Это программа Рикошет в прямом эфире канала Артен и Дэвидзен Радио. Меня зовут Артем Андросов. Приветствую всех, кто присоединяется в эти минуты к нам. Гость программы – политолог, издатель Илья Левков. Илья, я вас приветствую. Здравствуйте. Говорим мы сегодня и обсуждаем большое интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое он дал журналистам из России. Это интервью получило очень большую рекламу от Роскомнадзора, департамента, который в России попытался запретить показы интервью. Всячески сейчас применяет меры к тем журналистам, которые взяли это интервью и публикуют его на своих площадках в Ютьюбе и различных других площадках. Мы не говорим о средствах массовой информации в данном случае, потому что все средства массовой информации в России независимые, так или иначе уже заблокированы. И даже новая газета, которая до последнего, скажем так, держалась, мы узнали сегодня, что она не будет печататься до окончания войны в Украине. Я предлагаю послушать небольшой кусочек этого интервью, узнать, о чем говорил Владимир Зеленский. Мы будем сегодня слушать некоторые фрагменты из этого интервью, анализировать их. Ну вот начнем с первого, пожалуйста. Смотрите, я вам так скажу. Еще несколько месяцев, я вам честно скажу, у каждого в семье будет потеря. Та или иная. Выгнали, ранили ребенка, что-то произошло, переехал человек, уехал в Польшу, уехал в Болгарию, уехал в другую, не нашел работу или нашел работу. Неважно. Неважно. Испугался. Ребенок стал заикаться из-за взрыва. Бог его знает. У всех будет в семье какое-то горе. Какое-то горе. Конечно, не Вторая мировая война. Конечно, не годы оккупации. Но мы и не закончили пока. Поэтому, ну и технологии другие. Ну и оккупация происходит жестче, потому что интенсивнее. Понимаете? Потому что оккупация происходит... Я не хочу даже сравнивать с фашизмом. Я не хочу сравнивать. Но мы понимаем, как оккупации в разные. Возьмите себе сами... Вы люди глубокие образованные. Вы знаете, как происходили в разные войны, в разные периоды оккупации те или иные. Невыгодно было стирать с лица земли города. Потому что ты когда оккупируешь, надо, чтобы там кто-то жил, работал. Тебе же там будут трусы твои стирать. Ты военный, ты солдат. Ты же там стоишь. Кто-то это должен делать? Мыть, убирать, готовить, жрать. Где-то жить. Кинотеатры работали во Франции и так далее. Ну, понимаете? Это... Ну как? Здесь не так. Вообще не так. Здесь заходят. Если местная власть или кто-то не хотят. Местную власть украли. Люди начинают что-то там кричать. Выжигается все. Вот этими словами начал интервью Владимир Зеленский о том, собственно, коротко о том, что происходит сейчас. Я думаю, что этого достаточно, чтобы понимать. Илья, у меня есть к вам вопрос. Я знаю, что, конечно, сейчас украинские власти сообщают о 20 тысячах погибших солдат из России. Российские власти сообщают всего о полутора тысячах погибших. Понятно, что, наверное, и тем, и другим данным не стоит доверять. Но я думаю, что вы могли бы сравнить эти процессы в некоторой степени с Великой Отечественной войной. Как было тогда? Я имею в виду, как сообщались вот эти количества погибших людей или раненых? И можно ли доверять тем данным, которые были в Великую Отечественную войну? Знаем ли мы сейчас достоверно, сколько на самом деле погибло? Начнем с конца. Я, конечно, лично это не помню, несмотря на свою седину. Ну, кое-что добавлю после этого. Но был софт-мин-информ-геро, которые докладывали. И они докладывали то, когда они решали в то время или откладывали это по различным причинам. Потому что, если были большие потери, день за днем назывались города, которые попали в плен или были захвачены. Не все они были захвачены. Где-то в таком-то кинофильме, я помню, слушают эту сводку, и один говорит, ну, мы, наконец-то, будем знать географию нашей страны. Ну, что опитывали. Фактом здесь это стратегическое решение армии, советской армии, политического лидерства. И они где-то были в шоке, в ужасе. И не всегда точно доказывали. Что я помню лично, я помню в 50-м году, я уже читал газеты на белорусском языке. Не только в пионерской правде, но и в... Я помню, вот на первой полосе, в правом углу, было сегодня в проводах, а именно на новости. И там всегда были две-три строчки. Сколько американских самолетов было сбито. Я читал это с большим-большим интересом. Я не понимал практически ничего. Я знал, что где-то Корея. Я помню, мы стали членами Красного Креста, и вот наши копейки шли в помощь Корее. Это я помню. Но более этого я не понимал. Но я знаю потом из книг, из учений, что коли вот эта информация, когда говорили, сколько самолетов, американских самолетов сбито, в конце, после трех лет было количество такое, что во всей Америке не было столько самолетов. Но они решили именно, предлагали эту информацию, потому что она была существенная. Особенно, если вы помните, Северная Корея практически захватила... Что вы имеете в виду существенная? Если она была лживая, как тогда она может быть существенной? Для них она была существенная. Им нужно было... Значит, им это Корея, а Советскому Союзу надо было показать, что насколько дядя Сэм старый, дряхнет. И проигрывает. Ну, я не хочу входить вообще в историю Корейской войны. Она очень интересная и сложная. Каким образом они вообще... Они практически... 95% территории Южной Кореи была захвачена Северной. И только потом, прямо с последнего полуострова Южная Корея, вместе с международными силами, они дошли до той параллели, где было решено сделать перемирие. И это после того, как Китай пересек Реку, Ялу. Поэтому вот эти информации, они имеют существенность. Вот я хочу, может быть, вот с этой вот точкой я хотел бы вам прочитать 5-6-7 слов. Именно в обращении. У меня есть все выступления по порядку и Зеленского, и Путина. И можно сделать здесь очень-очень интересный семинар. Но я вот вам расскажу слова Путина 24 февраля, а именно эмоциональный словарь этой речи. Вот это интересно. Да, пожалуйста. Илья, только прежде чем вы начнете, я хотел бы вас попросить немножко сдвинуться вправо, потому что вы попадаете из кадра, чтобы наши зрители могли вас хорошо видеть. И можете приступать прочитать нам слова. У меня здесь граница с Северной Кореей, я не могу слишком вправо. Слушайте, две вещи. Слово, эти слова. А бесцеремонно и безответственно, имея в виду расширение блока, мы здесь либо сценить слова равные неделимой безопасности, либо тиничным обманом и вранем, либо попытками давления и шантажа Североатлантического альянса. Я вам бросаю просто слова. Откуда эта наглая манера разговаривать с позицией собственной исключительности, непогрешимости, вседозволенности? Откуда наплевательское пренебрежительное отношение к нашим интересам и абсолютно законным требованиям? Вы посмотрите, вот эти кочки, какой эмоциональный накал они создают. Вот тоже пора хорошую... Полной деградации к забвению продавляют... Где здесь? Наоборот, выгодно и относится. Истинно в последней инстанции продавляют любой ценой. Хамски всеми средствами несогласных ломают через колено. Вы слышите? Это прямо вот как турки. Помните, ломали их через колено. И далее, и далее. Я не хочу уровня. Вот здесь. Да еще на фоне низкого уровня общей культуры и чванства тех, кто готовил, принимал, продавлял выгодные лишь для себя решения. Должен спросить, Илья, к чему вы это? К чему я это? Вот вы вот сказали у нас, почему... Вот чтобы понять, с одной стороны, какой ключ был в главной речи объявления войны Путином, и что задело его именно вот в этой конференции с русскими журналистами. Вот где интересно. Я слушал эту, я ее читал, но я ничего не видел такого невероятного. Например, единственное невероятное, это был контакт русских журналистов с президентом Украины. Но это невероятное было только лишь потому, что российским журналистам власти России запрещают контактировать, будь то президент Украины, будь то какие-то другие чиновники из Украины, просто российские журналисты отрезаны от освещения событий, которые происходят в Украине, как факт. И только этим это удивительное интервью. Я вам скажу, что как журналист, лично я, не очень впечатлен этим интервью. Хотя я понимаю, может быть, оправдываю, что в какой-то мере это было полевое интервью. Вы знаете, может быть, условия были очень полевые, когда не было возможности звук наладить, настроить кадр, подготовить вопросы хорошие. Потому что те вопросы, которые задавались, это достаточно общие вопросы, которые, ну, которые, вы знаете, много ума не нужно, чтобы составить. Я к этому. И, честно говоря, вот мое такое мнение, я не любитель, допустим, Ксении Собчак, но я считаю, что она могла бы задать гораздо более лучшие вопросы. И там, кстати, интересная вещь сейчас происходит в социальных сетях. Ведь Зеленского обвинили в том, что он сексист, потому что в этом интервью нет ни одной женщины. Хотя я думаю, что на самом деле это интервью проходило не по инициативе самого Владимира Зеленского, а по инициативе журналистов, которые между собой собрались, вот в этот кружок, составили этот кружок и, в общем, решили записать такое интервью. Но в любом случае это лучше, чем ничего. Мы услышали президента Зеленского, услышали его на русском языке, некоторые слова он забывал, просил своего помощника подсказать. И он очень много уделил внимания как русскому языку, так и, в принципе, конфликту между нациями, который произошел. Если раньше, вы знаете, допустим, я несколько лет назад, еще даже, может быть, когда ходил в школу, то мне говорили родители и вообще с телевизора говорили люди о том, что украинцы и русские – это одна нация. Потом это суждение поменялось в новую сторону о том, что все-таки это не одна нация, но это братские народы. Что-то близкое есть, но мы не одно и то же. И вот сейчас риторика, которая происходит, говорит о том, что это вообще совершенно две разные нации, два разных народа, мы вообще не близки. Я предлагаю послушать, что в этой части сказал Владимир Зеленский. Сегодня, за этот месяц, глобальный, исторический, культурный произошел раскол. Глобальный. Да не просто война, это, в общем, я считаю, что все гораздо хуже. Люди какие-то в России остались, ну, во-первых, мы с вами говорим, да, и, во-вторых, есть люди, которые поуезжали из России. Я не за то, что я поддерживаю их отъезд, это их внутреннее принятое решение. Есть люди культуры, люди искусств, которыми можно найти те или иные аргументы. Скажем так, они сами найдут. Они читающий процент нации, который разберется. Но глубокое разочарование в том, что высокий уровень населения поддерживает Россию в силу различных причин. Я даже не хочу говорить, что это информационная промывка мозгов. Смотрите, это же, с одной стороны, да, но с другой стороны, пропаганда. Но ведь это же тоже оправдание, ведь, ну, давайте честно, это же оправдание. Ну, нельзя же не замечать, ну, полвойну в течение стольких лет, да? Ну, можно сказать, да, неделя, но нам там рассказывали одно, произошло другое, понимаете? Это же даже не 11 сентября в Штатах, понимаете? Там трагедия, которую все увидели. Да нет, и не взрывы домов в Москве, которые вы помните, и так далее. Это же не так, это же не один шаг. Это 8 лет, черт побери. Это же долго. За 8 лет люди начинают, заканчивают школьное образование. Можно повзрослеть, образоваться, можно выучить предмет. Можно стать профессионалом в любом виде. Я бы просто пошел бы в журналистику, пошел бы в следователь. Я бы сам нашел, я бы копал, если я действительно хочу понять, что с этим делать. Но если я не хочу, то я не хочу, мне легче поддерживать действующий режим. И я считаю, что вот это то самое страшное разочарование, которое произошло, разочарование, перешедшее в ненависть народов. Владимир Зеленский говорит о том, что 8 лет, о которых так много говорят люди, которые поддерживают эту войну, которые оправдывают эту войну в России, они все время повторяют, что как же вот так 8 лет бомбили Донбасс, и никто на это не смотрел. И вот очень интересный пример приводит Владимир Зеленский, когда он говорит, что за 8 лет те люди, которые хотели бы понять, что на самом деле происходит в Донбассе, они могли бы изучить этот вопрос. Для этого достаточно было времени, чтобы понять и разобраться. Но вместо того, чтобы разбираться, вместо того, чтобы понимать, что происходит на самом деле, люди послушали вот эту российскую пропаганду и поддерживают, оправдывают войну, которую ведет Россия в Украине. Как долго это может продолжаться? Я имею в виду, когда-то люди в России смогут понять, что на самом деле происходит, Илья? Когда-то несомненно. Хотя это не... Вот в его речи опять... У меня все его речи и 14-го, и 16-го, и 19-го. И то, что он решил не ехать в Мюнхене, где он всегда участвовал, и где он начал, так сказать, впервые в 2007-2008 году, где он высказал свою концепцию о том, что разрушение Советского Союза было самое великое, так сказать, детство в 20-м веке. Значит, не Первая мировая война, не Вторая мировая война, а именно конец Советского Союза, который дал... Да, Илья, через минуту у нас будет реклама. Продолжайте пока что. Ну, поэтому интересно, ведь вся идея... Путин даже обвинил Ленина в том, что он дал специальные права республикам и уговорил их таким образом стать частью. Это была заманка, заманка со стороны Ленина, и он прав. Они дали права, и поэтому республики должны были иметь границу с соседями, чтобы иметь право выйти из Советского Союза. Сейчас прервемся на короткую рекламу, после которой мы продолжим нашу программу.